К теме благоустройства. Горы строительного мусора, скопившегося на набережной реки Лазури, давно вызывали недовольство горожан. После появления фотографии этой помойки в социальных сетях, этим вопросом заинтересовались профильные ведомства, которые предписали убрать залежи хлама. В преддверии зимы наша съемочная группа выехала на проблемное место и проверила обстановку. То, что в этом месте не чисто, жители Твери жаловались давно. Но этим летом проблема обострилась. За летние месяцы мусорные горы заметно подросли и вширь, и ввысь. Эти кадры были сняты минувшим летом. Вот что тогда нам рассказали горожане, которые вынуждены здесь ходить и ездить каждый день. Здесь всегда свалка. А убирают? Я не видел здесь, чтобы убирали. Каждый день ездишь, каждый день прибавляются, на квартирах ремонт делают, газели накидали, да выкинули тут, приехали. Раньше тут и бампировались, ну, видимо, от автосервисов. Подъехала машина, выгрузила мусор. Пацаны бегают, подожгли. Вызывали МЧС. Буквально недели две назад вызывали МЧС, втушили здесь пожар. После того, как в социальных сетях появилось фото этого безобразия, подключились Министерство природных ресурсов. Представители ведомства, а затем и регионального оператора по обращению с бытовыми отходами Тверспецавтохозяйства выезжали на место. В итоге, собственнику земли, администрации Московского района, было предписание очистить территорию от мусора. В первой части набережной негодные автомобильные запчасти и строительный мусор по-прежнему остаются на своих местах и загрязняют почву. Дальше мусора явно стало меньше. Та часть помойки, на которой находились огромные залежи строительного мусора, кстати, о них мы рассказывали в августе этого года, на сегодняшний день так или иначе очищена. Но святое место пусто не бывает. Здесь начинают расти новые горы хлама. Видимо, других мест для складирования отходов авторы этого беспорядка придумать не могут. Если такие дельцы попадутся с поличным, придется раскошелиться. Скинуть мусор с легкового автомобиля обойдется физлицу в 15 тысяч рублей, с грузовика 50, а юрлицу от 50 до 120. Между тем, избавиться от хлама можно, заключив договор с региональным оператором. Он привезет контейнер для строительных отходов, а затем же и вывезет. Цена вопроса 5000 рублей, что явно меньше штрафа.